МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со стороны это обычный домишко, каких в Абакане тысячи. Однако представить сложно. Людей здесь прописано, согласно документам, словно семян в огурцах. Почти 800 человек. Впрочем, здесь и сегодня открыты двери для жаждущих прописки. Были б деньги. Год три тысячи. Три? А если полгода? На шесть месяцев? На шесть месяцев будет две тысячи стоить. А для чего вам, скажите? Ну, для чего? Для того, чтобы на работу. Запомним бланки. Вы придете в паспортный стол в часы приема вместе со мной. Мне в домовую сделают отметку, вам сделают отметочку на вашем листочке. Если времен, то у вас штампа не будет. У вас будет листочек просто временного проживания. Прокуратура Абакана накануне заявила, впервые через суд удалось признать подобную регистрацию недействительной. 77 граждан, прибывших из-за рубежа, потеряют ее за то, что прописавшись по факту живут по другим адресам. Данные регистрационного учета должны быть достоверными, поскольку в случае, если контролирующий орган выявляет факты недостоверности данных сведений, то это влечет правовые основания по признанию такой регистрации недействительной. Решение суда вступает в силу на днях, но уже сейчас надзорники прогнозируют, хакасские суды ожидают целая вереница дел. Только в Абакане порядка 20 адресов, где прописано несколько тысяч человек. Как правило, люди не живут по регистрации. Найти их в итоге тем же полицейским или кому-то еще не так-то просто. Паспортисты признают проблему, но разводят руками. Закон пока на стороне у алчных собственников. У органов рекучета нет оснований отказывать гражданам в регистрации. Если домовладение принадлежит гражданину на праве частной собственности, он в праве, сколько хочет, столько и зарегистрирует. И вот на сегодняшний день на федеральном уровне именно рассматривается вопрос по норме жилой площади на одного человека. Иными словами, Госдума приняла в первом чтении норматив, предусматривающий 6 квадратов на человека. Если закон будет принят, скорее всего, ближе к лету, вписать немыслимое количество народу в домовую книгу не получится. А пока и паспортисты, и надзорники борются своими силами на местах. По примеру столицы Хакасии направлено дело в Усть-Абаканский районный суд. И куда более крупное, скорее всего, уже в этом месяце сразу 700 человек, прописанные по одному адресу, лишатся заветной регистрации. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. В Абакане таксист расстрелял своего пассажира. 54-летний мужчина выжил и обратился в полицию. Инцидент произошел на улице Катанова. 33-летний водитель в споре, как аргумент, решил использовать газовый пистолет. Расстреляв мужчину, таксист ударил по газам. Раненый пассажир был вынужден сам обращаться за помощью. После проверки выяснилось, что разрешение на хранение данного вида оружия не требуется. Виновный сам явился в полицию с повинной уже на следующий день. Степень его вины теперь установит мировой суд. Прогноз на предстоящей половодии на днях озвучат гидрологи. Чтобы он был наиболее точным, необходимо провести целый ряд исследований и замеров. В том числе запаса снега в горах. В верховье реки Абакан вместе со специалистами на вертолете отправилась и наша съемочная группа. Этого взлета ждали больше суток. Мешала погода. В горах был сильный ветер, шел снег. Такой, что сейчас вершины просто ослепительны. Маршрут традиционный. Абаса, большой, малый Абакан. В общем, верховье реки. Точек, где в этом году производятся замеры снега, семь. В основном реперные, то есть имеющие особо важное значение. Возможность сесть есть далеко не везде. Поэтому пробу снега брали прямо с борта вертолета. Зависать над заданной точкой в горах на больших высотах до 2800 метров пилотаж выше. Необходимо учитывать скорость ветра, давление аэродрома, высоту площадки, высоту снежного покрова. Сегодня погода благоволит. Поэтому удалось выполнить весь объем работ. Технология проста. Вот в этот прибор плотномер забивается снег. Затем взвешивается. Чем выше плотность, тем больше запасов воды в горах. В этом году данные отличаются в разы. Даже по такому показателю, как высота зимнего покрова. Самая большая высота это где-то 170 у нас получилось, а самая маленькая порядка 20 сантиметров. Разница громадная. Но это, я вам могу сказать, что это пока ни о чем не говорит. Дело в том, что есть среднемноголетние данные, наблюдения по каждой конкретной точке. Только после обработки этих результатов можно с уверенностью говорить об объемах снегозапасов. И, следовательно, воды в горах. Зато о сроках начала половодия в Хакасии сведения, полученные сегодня, вполне определенные. Наблюдаем за краями промоины, вода текущая поверх льда. Мы можем сказать, что, например, в районе поселка Райков на реке Абакан уже в два раза увеличился стук. Если зимой это было около 40 кубических метров в секунду, сейчас это 80. То есть уже идет, весеннее половодие уже идет. Точно его прогноз будет составлен к 10 апреля. Во многом он будет зависеть от данных синоптиков, которые определят, пройдут ли в Хакасии дожди. Именно они решат характер нынешнего половодия. Юлия Константинова, Владислав Пуслово, 200 Хакасии. В Хакасии открыт сезон нападений клещей на человека. За минувшие выходные пострадали четверо. Двое в Абакане, по одному в Саиногорске и Бее. Люди сняли с себя насекомых после посещения лесных массивов в районе поселка Черемушки, в Бейском и Алтайском районах. Вирусологические исследования показали, что эти клещи не были переносчиками болезни. В среднем за год за помощью к врачам обращаются от 3 до 4,5 тысяч жителей Хакасии, пострадавших от укусов клещей. Вакцина-профилактика является единственным реальным методом предупреждения последствий клещевого энцефалита, в том числе и летальных исходов. В настоящее время продолжается приючная кампания против клещевого энцефалита, и эпидемиологи рекомендуют завершить ее до конца апреля. В Баскиском районе появился маленький уголок Франции. Так, местные жители отзываются о телефонной вышке, которая не только конструкцией, но и нарядным освещением напоминает Эйфелеву башню. На открытии побывала Олеся Калиниченко. Новое освещение стандартной 70-метровой телефонной вышки превратили в маленький праздник. В ожидании темноты и обещанной иллюминации жители поселка Аскиз собрались на площадке, откуда хорошо просматривалась пока еще серая башня. По словам организаторов праздника, подобное световое оформление сотовой связи единственное в Сибири. Там порядка около тысячи специальных вот этих ламп. Все это потребовало определенных усилий по монтажу, проработке алгоритма, специальный микроконтроллер стоит, который контролирует его режим работы. После девяти вечера вышка заиграла обещанными тысячами огнями. Стробирующие лампы напоминали многочисленные фото вспышки. Вот таких вот зрелищных настроений было бы больше. Я думаю, жизнь, она крашу, настроение у людей было бы лучше. Душу радует. Маленькая Франция, как говорится. Даже у нас в Аскизе. Конструкция находится на кольце автодороги Абакан-Ак-Давурак рядом со Аскизом. Направление движения одно из самых востребованных в Хакасии. Именно поэтому красить башню огнями решили здесь. Башню в сотовой связи разместили в самом удачном месте, недалеко от райцентра. В освещенном виде ее будет видно в радиусе 4 километров со всех автодорог и из любой точки поселка. Иллюминация будет автоматически включаться с наступлением сумерек и выключаться в полночь. Любоваться башней лучше всего в выходные дни. В нерабочее время она будет сиять без перерыва с 21 до 24 часов. В будни только по 15 минут в начале каждого вечернего часа. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Музейщики Хакасии прошли повышение квалификации в Государственном театральном музее имени Бахрушина, город Москва. Благодаря чему стало возможно такое сотрудничество. И о результатах поездки нам расскажет Андрей Готлиб, директор Хакасского национального краеведческого музея. Далее в нашей ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блок. Увидимся.